Входится именно тот самый центр, фотографии с которого с детьми в клетках вызвали шок. Это самый крупный миграционный центр в США, его второе название Урсула, поскольку он находится на улице Урсула. Пресса в принципе попала внутрь этого здания вчера, однако им было запрещено вести видео и фотосъемку. Представитель Министерства внутренней безопасности США назвал это место эпицентром политики администрации Трампа, которая отделила тысячи детей от их родителей. Об этом сообщают американские СМИ. В общей сложности по 1144 ребенка были забраны у родителей в районе Рио-Гранде, это на юге Техаса, и были доставлены сюда. И я здесь вот нахожусь уже несколько часов и видел несколько автобусов с затемненными стеклами, которые привозят детей из того, что я смог рассмотреть. И также сюда прибывают минивены, также с детьми внутри. Из Урсулы дети будут направлены на отдельные объекты, находящиеся в ведении Департамента здравоохранения и социальных служб США. Также я вот видел несколько автобусов, которые развозили этих детей. Ну а их родители отправляют в Центр заключения для ожидания судебного разбирательства. В соответствии с политикой США никто не может быть задержан в Центре более чем на 72 часа. Однако из-за большого количества несовершеннолетних они находятся здесь гораздо дольше, чем 72 часа. И мы все видели эти очень печальные фотографии, когда дети в принципе лежат на карематах, они укрываются одеялами, которые используют для бега. Поэтому стоит отдать должное, что у них есть, им предоставляют воду, также чипсы, но ситуация в принципе очень непростая. На этот, вот этот объект, который находится за моей спиной, его площадь порядка 5000 квадратных метров. Дети рассортированы, мальчики с мальчиками, девочки с девочками. И также, если мы будем говорить об агентах, которые занимаются вот этой деятельностью, они перегружены работой. И так, например, Джон Лопес, это заместитель начальника службы патрулирования, заявил, что в этом центре, например, им не хватает сотрудников, и здесь разъединяют, разъединяют менее половины семей. По состоянию, если мы будем говорить об общих цифрах, то по состоянию на понедельник Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что под их стражей находится более 11,5 тысяч детей. Об этом заявил представитель министерства. Подобные центры, они находятся вот в штате Техас, их несколько. И вот еще один центр для неполнолетних открыт в столице штата, в городе Хьюстон. Я продолжаю следить за ситуацией и буду, Олесь, держать и всех наших зрителей в курсе происходящего. Саш, если можно, буквально два коротких вопроса. Во-первых, из твоего рассказа у меня такое ощущение сложилось, что вот этот центр рассчитан исключительно на детей. Хотя вот на кадрах, о которых я говорил в сети, там сообщалось, что есть и взрослые, и дети. Что ты успел заметить? Олесь, я пока успел заметить несколько автобусов, которые, опять-таки, затемненные стекла. Я присмотрелся, там похоже, что там находятся дети. Еще один центр находится в порядка 50 или 60 километров. Это на восток, в другом городе. И, соответственно, но вот именно этот, по сообщениям средств массовой информации, по американской СМИ, которые здесь работают, тут находятся именно дети. И последний короткий вопрос. Как далеко все это от границы и где примерно располагается этот центр? Возле каких-то крупных городов со стороны США или со стороны Мексики? Я нахожусь в 10 минутах езды от американо-мексиканской границы. Там находится контрольно-пропускной пункт. Я также постараюсь посмотреть, что там происходит чуть попозже. Этот центр, этот город, он находится фактически в самой южной части штата Техас. Это порядка пяти часов езды от крупного города Сан-Антонио. Я вот целую ночь ехал. И, в принципе, здесь такой очень, также по мнению, по словам местных жителей, это очень такой консервативный регион, вот именно вот это вот место. И поэтому здесь я не видел никаких демонстрантов, никаких манифестантов, которые пришли бы сюда поддержать детей, которые сидят в клетках.